нажми запись я уже итак, мы хотим задать тебе пару вопросов вот, ну ты наверно знаешь так что первый вопрос когда человек полностью готов и сделает на ваше задание и знает тему в уроках знает то что будет и готов размещать если бы я был учителем я бы преподавал бы скульп Kultur потому что это предмет, по которого у меня одни пятерки я бы вела бы математику потому что это самый легкий предмет для меня я был бы учитель физики, потому что физика это очень увлекательный предмет я бы была учителем азот потому что это был ной любимый предмет в средней школе Мне кажется, что профессия учителя очень важна, так как на образовании все держится, и развивать свой кругозор очень важно, и если не будет профессии учителя, то не будут образованных людей, и мир просто рухнет. Учитель — это единственный человек, который профессионально занимается воспитанием и образованием детей. Я считаю, что учителям быть тяжело, ведь он целыми днями должен учить и воспитывать детей, которые ничего не понимают. Нет, я считаю, что учителям быть тяжело, ведь образование и воспитание нового поколения — это одна из самых тяжелых вещей в современном мире. Ну, как он очень часто приятно, как у детей получают время, например, в квартире или делать контакты. Из него нет, потому что его старание, его труд, он путет поутствию. Он помогает ученику, поднатворяется в тот экзамен и чтобы онvreет все хорошо. Чтобы vrai, это все хорошо и его жизнь и сплошности под entste Я думаю, что хороший учитель должен всегда внимательно относиться к своим ученикам, быть добрым и строгим, но в меру. Для меня идеальный учитель – это тот, который может объяснить материал таким образом, чтобы каждый ученик смог понять его. Идеальный учитель должен понятно объяснять материал и не овать на всех. Я считаю, что профессия учителю вечная, потому что всегда нужно будет передавать знания новому поколению, которые были получены ранее.